придумал. Во-первых, потому что людей увлекает отрыв от какой-то такой грустной реальности и переход в какое-то состояние веры, надежды, любовь. Вера, надежда, любовь, согласитесь со мной, это же такие мощные категории, вера, надежда, любовь. И сила открывается чувством перспективы. Когда вы, допустим, знаете, что волнующая у вас задача имеет решение, то вам легче найти способ решения. А когда вы не уверены, решаемый ли у вас волнующий вопрос или нерешаемый, вы в таком находите затмении, в такой мобилизации, что истощаетесь, потому что быстро восстановится человек, который все время находится в решении, казалось бы, нерешаемой задачи, например, утрата. Или такая несчастная любовь, несчастная любовь, безответная. Ну, и ты находишься в каком-то диком напряжении. На самом деле ответ всегда есть. И все вот люди, которые пережили какие-то трагедии, потом делятся своими впечатлениями, они говорят, я не ожидал или я не ожидал, что все равно получится так, как я хотел. И получилось так, пишут вот так вот. Вот представьте себе ситуацию, я после травмы шеи и после того, как я получил тяжелое инвалидное состояние, чтобы не расстраивать своих детей, никогда я им не говорил настоящий диагноз, и на самом деле живу уже больше положенного времени на много лет. Да, потому что я научился качать эндорфин, чего и вам желаю, и вы научитесь. И сейчас одна из методик, я вам сейчас скажу одну из методик, которая помогает и жить дольше, потому что вы вот переключаетесь из доминанта вот этой реальности, повседневности, в доминанту свободного потока ассоциации в русле волнующего вопроса. Ну вот у меня был такой вопрос, например. Например. Вот такой вопрос. Это очень оригинально, вы даже можете мне не поверить, но это так. Был у меня вопрос. Как же так получается, если все пишут, что Бог всем помогает, и как же так? Почему мне не поможет? Почему мне не поможет? Потому что я был молодой еще достаточно. Это было 10 лет назад примерно. Я травмировал шею, спинной мозг и так далее. И вот мне, значит, сказали, я детям не говорил, сегодня первый раз в жизни говорю, потому что время уже ушло, и теперь они уже видят, что я молодею, молодею, и уже не будут так сильно переживать, дай Бог. Да, мне сказали, что три года осталось жить, потому что у меня тяжеленный диагноз. Не буду сейчас говорить. Тяжеленный диагноз. И мне там предлагали различную помощь дополнительно после операции, но я отказался. Вопрос заключался в том, что я вот тогда, в этот момент, думаю, я же методом владею, ключ, я же всем гарантирую долгую жизнь, я же всем помогаю открывать творческие способности. Я всегда говорю о том, что люди болеют, когда они по какой-то причине не позволяют себе или им не позволяют заниматься любимым делом. Вот много у нас на свете разных людей, но счастлив бывает тот, который попадает в нужное время, в нужное место. когда то, что он делает, и людям нужно, людям нравится, и возникает обратная связь. И вот я когда был в таком отчаянии, потому что есть вот вера, надежда, любовь, что помогает нам жить, а есть и крайнее отчаяние, когда ты не знаешь, как быть. Вот такое крайнее, когда ты уже на грани жизни и смерти. И в этот момент, на пике этого перенапряжения, я вам покажу, как это делается осознанно, с помощью упражнения, и вы получите ответы на все волнующие вас вопросы, как я получил. Во-первых, я живу долго. Во-вторых, я написал много книг за это время, нарисовал много картин за это время. И в-третьих, когда я задал себе этот вопрос, на пике напряжения, я после пика напряжения вот так сжался в комок, в позу эмбриона, сильно-сильно, а потом отпустил руки и сделал ключевой стресс-тест. И когда руки пошли, я задался этим вопросом. Что же Бог? Кому помогает Бог? И получил сразу ответ. И я этот ответ написал в этой книге. Бог помогает тому, кто старается сам. Да, эта книга у меня 96-го, кажется, года, я уже и не помню, потому что я уже такой старый и такой молодой. И хочу Вам тоже пожелать этого. Это 96-го года, издательство «Мартин». Тут самое главное защита от стресса, а я здесь показываю в этой книге, как перенаправлять напряжение стресса на решение нерешаемых задач. Там внизу главное написано, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. Реализация. Если человек себя реализует, если позволяет себе заниматься любимым делом, несмотря ни на что, кто бы что ни говорил, потому что люди иногда говорят, кому это нужно? Или иногда говорят, посмотри на Петю, вот он делом занимается, а ты дурака уляешь. А тебе, может быть, это нравится, сидеть там в самолётике рисовать или, допустим, архитектурой заниматься, а тебя заставляет, ну, родители, может быть, тебе желают добра и заставляют вместо того, чтобы самолётики рисовать, в шахматы играть или, наоборот, становиться архитектором, а ты хочешь быть музыкантом. Но самое главное в нужное время попасть в нужное место. И все проблемы жизни у всех на планете возникают потому, что не все заняты своим делом. Не все находятся в своё время, в своём месте. А есть единое состояние для всех, о котором вы уже от меня много раз могли слышать. Это нулевое состояние. Состояние безмятежности. Когда вы туда выходите на состояние безмятежности путём подбора действий синхронных к текущему состоянию мы обмите. То есть, если вы на фоне этой безмятежности, внимание, на фоне этой безмятежности, когда вы отрешены от той доминанты, в задействованности которой, находились, вышли оттуда и задали себе вопрос, подумали о каком-то вопросе волнующем вас, тут же включается поток свободных ассоциаций в русской заданной тем, которая вас волнует. Да, мы сейчас попробуем. А сейчас вы мне скажите, пожалуйста, как вы меня слышите. И видите, я Наташу попрошу, как эта машинка работает, чтобы я понял. Обратная связь. Так. Да, вот здесь вот написано. Слушай, 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 слушай. Это очень хорошо. Молодцы. У нас участники есть. Да, очень хорошо. А мы можем кого-нибудь, кто очень хочет поучаствовать для всех, чтобы видно было, пригласить, чтобы для всех видно было или нет? Мы можем, наверное. Можем, наверное, да? Так. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Слушай, слушай, а как это делается? Ну, я не знаю, Хаса. Да? Не знаешь. Разрешить говорить, что ли, всем? Ну, как, не знаю, не знаю. Кто может подсказать, как это сделать, кто хочет выйти сюда, чтобы мы ему продемонстрировали, как у нас принято, мы так вот, когда проводим бесплатные ликбезы, революционеры, там выходит человек, и все сразу мы учим. Значок такой, как бы, кто хочет говорить, и тогда... Да, кто хочет говорить, давайте, скажите пару фраз. Показывают тогда значок такой, что они хотят говорить, и ты разрешаешь. Да. Я хочу сразу... Вот, кто-то Ольга подняла руку. Да, давайте. Разрешить говорить. Разрешаем. Давайте, Олег. Из Сибири. Давайте, говорите. Ну, здравствуйте. Видишь, даже видно. Молодец, даже видно. Приятно вас видеть. Да, давайте. Ну, я, честно говоря, я знаю о вас давно, но не очень поняла, что сейчас будет. А сейчас я покажу приемы, которые помогают вам выйти на нулевое состояние. Это вы выходите из доминанта, в которой находитесь, в содействованности. вы выходите на состояние безмятежности. Ну, такое состояние, которое бывает, когда вы утром, например, проснетесь, лежитесь в постели, еще не до конца проснуешь. Такое нулевое состояние, когда вы думаете о том, что вас что-то волнует, а вас не волнует. Типа как точка ноль? Да, 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 точка ноль. Хорошо. А у вас картинка там со спиной, такая ромашка там, да? Да, это дочь моя. Это вы сами рисуете, да? Сами? Дочь. Дочь. Привет, доченька. Молодец, какая хорошая картина. Она хорошую картину рисует. А сколько лет вашей доченьке? Ну, это не знаю, лет 20, наверное. Нет, ну, это такая молодец, какая красивая картина. Привет ей передавайте. Я тоже картины рисую. Да, я за вами наблюдала. Спасибо. Спасибо вам. Посмотрите, что мы сейчас сделаем. Вы можете... Какой-то, если у вас вопрос, мы не будем спрашивать, какой. Вы просто сами скажете, по результату получилось или нет, просто так. Все посмотрят и все научатся тоже. Мы сейчас используем для этого один прием. Выход на ноль. Для этого вы можете, например, крепко-крепко сжаться в позу эмбриона, когда ничего не слышишь, ничего не видишь, ни на что не реагируешь. Такое защитное положение. Ну, это пик напряжения. Можно создать осознанно. Сделать как упражнение. В этом состоянии немножко застыть, оцепенять и подумать, какой ваш вопрос интересует во ночи, который вы хотите решить. Потом отпустили себя после этого. После напряжения уже происходит расслабление. Да, сейчас. Руки пошли. Этот вопрос повторили для себя. Не полетали. Сели. И у вас появится такое состояние, когда вы уже будете понимать, как решить свой вопрос. Так, давайте. Короче, создаю себе запрос, правильно? Какой-то, чтобы не пришел ответ, верно? Ну, какой вас волнует вопрос, который вы, кажется, недавно пытаетесь решить и не можете. Сначала в позу эмбриона напряжения. Это все прям сжаться сильно-сильно. Вот так прям сильно. Ну да, но понятно, что не совсем слишком сильно. А так, чтобы комфорт был, комфорт был такой, в оцепенении. Потому что у нас же рефлексы есть. Оцепеней, застынь. Потом есть рефлекс, подражание, инстинкты такие. Потом пойдет у нас созидательный такой процесс. Молодец. Теперь полетайте немножко. Сделайте вот это упражнение. Вы делали ключевое средство? Да, да, да. Ну вот, вы можете, да, поделать стоя. Поделать, как они расходятся, вообразить. Да, да. Когда тело начнет покачиваться, как будто в троллейбусе едете. Или в поезде. Ножки чуть-чуть расставьте, чтобы не бояться. Да. И подумайте о своем вопросе, который вас волнует. И когда вы ручки опустите, они начнут у вас опять всплывать. Потом вы сядете, сделаете стадию после действия. Это нулевая стадия пойдет. Когда безмятежность. Это состояние, когда вы проснулись, но еще не до конца. Или когда засыпаете и отсеклись от всех напряжений. Да, ой, как хорошо. Теперь садитесь, пожалуйста. Я прям торможу. Да, ну и хорошо. Так. Да, и теперь вопрос свой еще раз. Ну, то есть, повторите, отпустите себя, и пойдут ассоциации. И пойдут ответы. Свободный поток ассоциаций. Ну, как бывает утром. Вы проснулись, но еще не до конца. Нежитесь в постели. О чем-то подумали, и сразу понимаете, что и как надо делать. Да, вот так вот. И свободный поток ассоциаций. Это добровольные помощники. Миллион добровольных помощников, которые вы можете иметь каждый раз, совершенно бесплатно, без всяких усилий. Если вы так сожмете с позу эмбриона, потом спуститесь, потом выпустите, как птицы, полетаете с ключевым стресс-тестом, потом сядете. И на волнующий вас вопрос пойдут ассоциации. Как бывает утром, когда вы проснулись, но еще не задействованы. Ну, как дела? Ну, такое, как сказать, знаешь, как доверие такое. Типа, все идет как надо, и все придет. И картинки пошли для решения вопроса. Правильно, появляется доверие к жизни. Да. Да, очень интересно. Потому что, когда вы, например, имеете задачник, в конце которого есть ответы на задачу, вам решать задачи легче. А когда вы имеете задачник без ответов в конце, вам трудно решить. А я вам маленький пример, пока вы посидите, вы сейчас приходите в себя. Да, я как заторможенная, такая, как заторможенное состояние. Между сном и бодрствованием, нулевое состояние. Да, ну вот посидите так минутку, сейчас голова проснится. А я для всех расскажу одну интересную историю, которую я прочитал в книжке. Фантастическую. Нет, 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 вы нам не мешаете нисколько. Хорошо. Да, сейчас я расскажу, все послушайте. Это фантастический рассказ, который я прочитал, который вам тоже, может быть, окажется интересным, на эту тему, о которой мы сейчас говорим. Значит, там, в этом фантастическом рассказе, это небольшой рассказик, за одну минуту я расскажу. Там, значит, пригласили всех изобретателей и им сказали, вы знаете, мы хотим, чтобы вы изобрели антигравитационный прибор, чтобы человек мог подниматься над землей и летать. Они говорят, ну как мы это изобретем, такого не бывает. Это вообще нарушение законов, пожалуй. А им говорят, мы вам сейчас фильм покажем, один человек изобрел это, но разбился. И показывают фильм, как якобы какой-то человек изобрел этот гравитомолет, который был у него в виде ранца, в виде ранца, и взлетел над землей. Ну что-то там случилось, катастрофа, он разбился, и у них от архивных материалов остались только кусочки, и они теперь не могут восстановить чертежи. Они это фильм показали этим изобретателям. Изобретатели, вдохновленные, что такое уже изобретение было, только не могут найти эти чертежи. Они через несколько, через полгода собрались опять и показали свое изобретение. Это изобретение было огромная махина, как дом, как дом. Но уже, уже, несмотря на то, что у первого в фильме был ранец спиной, но эта махина, как дом уже, которая требовалась вместо ранца, она уже могла летать. И они сказали, мы преодолели психологический барьер, и мы скоро разобретем ранец. Вот вы представляете, что помогает человеку найти ответ на волнующий вопрос? Вы сейчас сказали, доверие, что решу. Как вы сказали сейчас, что, как вы сейчас сказали? Я вас спросил, как вы чувствуете, вы говорите. Ну, у меня такие пошли, как бы, картинки, ответы на мой вопрос. И спокойствие, и такое, как, типа, расслабься, все получишь, что хочешь, все придет. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Поэтому, если человек пытается, например, вспомнить фамилию, вспоминает, 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 три раза делает попытку, не вспоминается, он потом расслабился, и фамилия вспомнилась. Вот об этом мы сейчас и говорим. Только мы об этом говорим разными способами. Одно и то же мы людям рассказываем разными способами. Поэтому мы проводим бесплатные вебинары и ликбезы проводим, вот эти вот бесплатные ликбезы и вебинары. И мы делаем вот такие ролики, как сейчас, чтобы мы все поняли, что безнадежных моментов в жизни нету. А вот это чувство, когда человек всегда верит, что он всегда вопрос решит, эти люди называются сильные духом. Сильные духом. Да. Вопросы есть у вас какие-нибудь? У меня пока нет вопросов. Я еще проживаю и чувствую, что как бы ваше влияние, потому что я сейчас ожила, а там я сидела в отцепенении все-таки. Вот то, что я сделал, это называется инициация. Инициация была, да. Да, инициация. А знаете, за счет чего она происходила? Это же древнейшее, древнейшее. И в Древней Индии тысячи лет назад и проводили инициацию. Я думаю, Иисус Христос тоже проводил инициацию. И Будда проводил инициацию. И Мухаммед проводил инициацию. Это же все проводили инициацию. Это же на этом же построено посвящение. Ну, кто вот так сильно почувствовал какое-то впечатление? Кто во время вот этого... Ну, мы, допустим, какой-то фильм посмотрели художественный. Мы же в этот момент тоже, если он нас трогает, мы же в этот момент тоже как-то вот западаем. А девушка, в которую ты влюбился, разве это не инициация? Тоже инициация мужчины, который вам понравился. И вы теперь спите, не спите, чем бы вы ни занимались. Кашу себе готовите, думайте о нем. Это же инициация. То же самое называется, только по-разному. У нас есть Роман Газенко, психонлигвист, который помогает нам раскрывать корни слов. И мы у него спросим. Я хочу у него спросить. У нас скоро с ним встреча будет. Я хочу у него спросить, что такое инициация, чтобы он нам раскрыл это слово, чтобы мы все знали. Это очень интересно. Итак, я желаю вам здоровья, добра. Вечно быть молодой, потому что это возможно. Качать эндорфин, а когда у вас сильное напряжение, это вести напряжение до максимума, несколько раз в голову, в плечи, и после этого происходит раскрепощение. Да, потому что горячая... Благодарю вас. Благодарю вас, спасибо. Спасибо. Очень рада, приятно было. Спасибо. Может, кто-нибудь еще хочет ручку поднять, чтобы мы посмотрели, какой вопрос начали. Да, да, пожалуйста, задавайте вопросы. Не стесняйтесь. Потому что мы через 10 минут заканчиваем. Ну, пока все в засаде. Хорошо. Тогда пишите. Никаких проблем нет. Слушай, а может быть мне надо... Вот у нас канал групповой. А может мне надо завести еще канал. Мой личный, нет, Наташа? Нет, у тебя есть твоя личная, как это называется. А у меня есть личка, да? Да. Куда они могут писать, да? Да, конечно. А как это делается? Ну как, телефон-то мой везде указан в Телеграме. А, в Телеграме мой телефон указан, правильно? В WhatsApp мне пишите. В WhatsApp мне пишите. WhatsApp, Telegram, плюс 7 926, 709, 50, 60. Да, ну это отлично. Друзья, нам надо поднимать наш YouTube канал. У нас там, поздравляю вас, мы все вместе, сила. У нас там, сколько уже, так, сколько уже у нас... Где, в YouTube-канале? YouTube-канале. 192 тысячи. 192 тысячи. Вот когда мы все вместе постараемся, как мы начали с чего-то, Бог помогает тому, кто старается сам. Когда мы постараемся, чтобы у нас было там 300 тысяч, 500 тысяч подписчиков, к нам начнут относиться серьезно. И вот мне недавно дама, которая у меня проходит спецкурс по обучению как специалист, как специалист, она мне написала вопрос. Она написала, почему такой простой доступный метод, такой эффективный? Почему так малоизвестен? Во-первых, известен. Во-вторых, он не так прост, как кажется. Потому что... Ну, сколько раз мы выступаем, столько раз и вопросы дополнительные. Это грани метода. Грани метода. У нас есть часть метода, просто чтобы снять стресс. У нас есть часть метода, как перевести напряжение стресса на решение нерешаемых вопросов. У нас есть часть метода, как стать изобретателем. То есть там разные грани. Метод-ключ. Метод-ключ имеет много-много разных возможностей. Все зависит от интереса человека. Так что задавайте вопросы, пишите свои пожелания. До встречи, друзья. До встречи. Да, ну если никто больше не будет задавать вопросы, то... Да, до встречи. Тут несколько человек поднимали руку, но вот... Ну если кто поднимает, пожалуйста. Вышла только Ольга у нас. Да. Хорошо. Никто больше не будет. До связи. Знаешь, Касай, вот здесь вот я сейчас кручу такой список сбоку, смотри. Да. У меня возникла ассоциация, что вот они себя чувствуют сейчас, как ученики во время урока. Когда учитель листает журнал, кто к доске пойдет. Ну, большое самое страшное. У нас, правда, есть моложе меня, которым по 80 лет. Вы, наверное, знаете, они у нас бывают и на бесплатных ликбезах, и на винарах наших, и Надежда Сдановская. Ну, много-много у нас людей, да, еще моложе меня. Потому что мы умеем качать эндорфин. Мы умеем перенастраиваться. Поэтому, еще раз говорю, чем больше вы находите для себя любимых дел, тем больше точек опоры, тем больше вы переключаетесь между делами, как академик Павлов, великий русский физиолог. Он говорил, переключение как раз, как Ухтамский великий русский ученый говорил. Переключение, вот что важно. Давайте, друзья, будем дольше жить, переключаться. Нет, это уже другой. Сама Гавича, мама, я и напишу сейчас. До встречи, друзья. До встречи. Побольше активности в следующий раз, да? К тому же меня ждут, там собиралась спать, у нашей девушки, так сказать, в очень возрасте, с проблемами. Пока она не легла, я должен туда перейти. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok